Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Сыркат Олег, я руководитель отдела тестирования. Это Леша Кирсанов и у нас доклад про бизнес-процессы, новинки разработчикам и небольшой мастер-класс. Ну, вначале, наверное, мы… Да, задавайте вопросы. Задавайте вопросы, если они есть, в конце вы их нам озвучите. Вначале я вам напомню, что мы взяли курс на доработку бизнес-процессов, на то, чтобы они были менее занудными. Да, Леша? Именно такие мы и хотели сделать. И сначала кратко я расскажу о том, что мы для этого предприняли. Мы вынесли коммуникации по бизнес-процессам в живую ленту. Раньше у нас это было общение с помощью комментариев. Мы визуализировали процесс, ход выполнения процесса. Ну, в данном случае, например, у нас различные оплаты, счета. Добавили лица людей, кто запустил, кто будет следующее одобрять, кто завершать бизнес-процесс. Мы вынесли наши бизнес-процессы в живую ленту. И мы считаем, что это помогло сделать их менее занудными. Они достаточно быстро начинают быть готовыми для использования. Да, Леша? Но это еще не все. У нас есть еще технические новинки. Немного слов про внутренности, чтобы понять, как там что происходит. Да, у нас, как сказал Олег, изменилась немного интерфейс работы с заданиями. Что у нас добавилось интересного внутри? На корпоратальных решениях появилась возможность просматривать задания подчиненных по структуре компании. Плюс к этому добавилась возможность делегировать задания подчиненных другим своим подчиненным или себе. Допустим, если подчиненный уходит в отпуск, теперь легко можно выполнить его задание, либо делегировать это задание кому-то еще. У нас появилась возможность просматривать историю выполнения задания. Если раньше задание выполненное, оно терялось, то сейчас видна вся история и ваше решение, которое вы принимали по этому заданию. Был полностью переработан интерфейс работы с заданиями. Здесь вы можете посмотреть ход выполнения задания, вы можете посмотреть лица, кто как участвовал в выполнении задания. Более того, вы можете выполнять групповые действия из этого интерфейса. Если задание не требует ввода доп. информации, если достаточно сказать там да, согласен, нет, не согласен, да, ознакомился, то можно сделать оптом за один хит, сразу выполнить много заданий, если они однотипные, и вы хотите дать один и тот же ответ на все. Есть изменения в выполнении бизнес-процессов. Как заметил Олег, мы теперь визуально отображаем ход выполнения бизнес-процесса. Вы увидите три лица. Первое лицо – это тот, кто запустил бизнес-процесс. Второе лицо – это тот, кто выполнял последнее действие до вас, ну или до того, на ком сейчас висит бизнес-процесс. И последнее лицо – это тот, на ком бизнес-процесс сейчас непосредственно висит, кого мы ожидаем. Добавилась возможность писать комментарии, то есть общаться в рамках бизнес-процесса. Добавилась возможность быстро выполнять простые действия, то есть те действия, которые не требуют ввода доп. информации, а только ответа да, нет или ознакомлен, прямо из живой ленты или прямо из списка процессов. Были доработаны бизнес-процессы в мобильной версии. Это еще не последнее слово, мы дорабатываем дальше, но уже, по крайней мере, простые действия можно выполнять прямо с мобильной версии. И мы сделали запуск бизнес-процессов через рестапи на коммерческих тарифах доступно. Что интересного внутри при создании бизнес-процессов появилось, при создании шаблонов? Появилось такое понятие, как константы. Суть их в том, что они относятся не к конкретному запущенному процессу, а они относятся к шаблону процесса как таковому. То есть если мы говорим о переменных, бизнес-процесс запущен, какие значения они приняли, вы на это повлиять никак не можете. В отличие от констант. Здесь же, меняя константы у шаблона бизнес-процесса, вы меняете поведение самого бизнес-процесса, потому что они автоматом становятся доступны в самом процессе. Это то, что раньше вы делали через кастомные действия PHP кода, запись в опции, теперь это можно сделать естественным образом. А ссылаться на константы можно так же, как на переменные, так же, как на параметры, то есть они доступны в любом действии. Интересным также может быть то, что мы ввели понятие типов данных, конвертацию этих типов данных и немного доработали калькулятор. Подробнее остановлюсь. Раньше в настройках действия, когда мы устанавливаем значение какого-то параметра действия, мы можем использовать калькулятор, то есть вычисление. И раньше можно было только один калькулятор использовать, начиналось выражение «с равно», как первая строчка, и дальше какое-то вычислимое выражение. Теперь можно иметь в одной строке несколько калькуляторов, которые будут вычислять свои значения. То есть мешать калькулируемые значения, статические значения, переменные, в одну кучу, и это все будет рассчитано правильно. Что я говорил по поводу типов, преобразования и возможности получения печатных форм. Теперь можно получать печатные значения, то есть те, которые доступны для вывода на экран, понятны пользователям, от любого значения, не только от переменных и параметров. То есть у доп.результатов можете сказать «печатную форму мне» и напечатать сразу фамилию и имя пользователя, который последний одобрил документ. Вы имеете возможность преобразовывать типы в другие типы. Например, у вас в строке хранится запись «завтра», вы хотите знать, что это такое в плане даты. Вы строку преобразовываете к дате и в печатную форму выводите это в форматированной дате завтра, 26.06.2015 года. Да, Леша, спасибо, я у тебя возьму кликер. И на примере нашего небольшого мастер-класса мы вам сейчас покажем практически все наши новинки, которые мы реализовали. От идей до публикации в приложениях Bittrex24, либо как мы называем его в Marketplace. Нам нужна была идея, какой бизнес-процесс нам перенести, поэтому мы решили посоветоваться с вами. Я запускал рассылочку по партнерам и просил вас предложить идею. Пришло порядка 30 идей, я вас всех благодарю за то, что присылали. Были самые разные, были очень простые, тех, которые у нас уже есть, публикация счета, до самых каких-то сложных, очень таких узких. Была даже идея сделать шахматы, игру шахматы. Был прислан алгоритм, как это сделать. Мы уже почти согласились, Леша, да? Но решили выбрать более бизнесовую задачу, которая приближена к бизнесу. Итак, была выбрана идея сделать бизнес-процесс доставки товара курьером. Какая была поставлена задача? Необходимо было организовать процесс доставки товара курьером в рамках CRM Bittrex24. Задание было такое достаточно обширное, там хотели даже организовать еще логистику, да? Но все-таки логистика, мы считаем, это уже… Логистика не совсем ложится именно в понятии бизнес-процессов, хотя можно было бы тоже. Для упрощения ситуации лучше рассмотреть более простой вариант. Какие должны были быть роли в этом бизнес-процессе? Три ключевые роли. Это менеджер магазина, кладовщик и курьер. Курьер. Как они взаимодействуют? Они должны были взаимодействовать через живую ленту. Это, кстати, все задание, пожелание партнера было. И через задание БП. Наш менеджер магазина взаимодействует с кладовщиком. Если есть какие-то вопросы, кладовщик общается с менеджером через живую ленту. Кладовщик передает задание курьеру. Курьер, в зависимости от того, удалось доставить или нет, он общается с менеджером магазина, а менеджер магазина у нас уже связывается с клиентом либо с курьером и говорит, что отменяем заказ. При необходимости. Как мы это решили реализовать? На чем? Естественно, была выбрана CRM. В CRM мы храним клиентов и заказы. А инструмент списков мы выбрали для того, чтобы там хранить все задания на доставку. И как мы это сделали? Здесь небольшое видео о том, как я это делал. Ну, оно ускорено, я не думаю, что вам интересно смотреть подробно, как мы создаем бизнес-процесс. Я выбрал бизнес-процесс со статусами. Дальше мы накидываем действия в соответствии с алгоритмом. Если, коллеги, вам все-таки интересно посмотреть более детально, как мы это настраивали, то есть я вас приглашаю на вебинар, либо к Ване. Ваня, если не ошибаюсь, ты у нас организуешь курс по настройке бизнес-процессов. Чисто технически не то, как мы рассказываем на вебинарах. Вот, подходите к нему. Ну, тут тоже можно и на паузу нажать иной раз, да? Можно и нажать. Как видите, все делается быстро. Сейчас уже видео кончится. Скажу лишь, что создать вот этот бизнес-процесс у меня заняло час. Всего час. В итоге получилось, что бизнес-процесс уже готов к использованию и запускается из живой ленты. Пока что без CRM. То есть вы уже можете организовать процесс доставки товаров без какой-то какой-либо кастомной доработки, да? Но мне нужно было что? Точнее, партнеру. Кстати, а я сказал, кто у нас предложил бизнес-процесс, нет? Я не сказал. Забыл. Да, забыл. Предложил нам бизнес-процесс Дмитрий Яковенко, технический директор компании Sunline. Да, так вот он просил, чтобы все-таки задания на доставку запускались из CRM. Да, Леша? И поэтому я обратился к Леше, чтобы он мне организовал кастомную доработку. Да, конечно, вполне логично, если задание будет запускаться из CRM прямо из сделки, по которой вы хотите организовать доставку. Вместо того, чтобы в списках набивать номер сделки, заполнять, куда доставлять, кем доставлять. Как говорится, система должна работать, человек должен думать. Поэтому, в общем-то, совершенно стандартным образом, так как я всегда показываю, мы делаем простенькое действие бизнес-процесса, которое будет уметь запускать новый элемент списков и запускать на нем бизнес-процесс. Берем стандартное какое-нибудь действие, наиболее похожее. Но я всегда беру действие выполнения PHP кода, копирую в папочку custom, удаляю лишние файлы, которые не нужны, переименовываю файлы, те, которые нужны, делаю файл с описанием, соответственно, точка description, где описываю название документа, бизнес-процесса этого действия, описание, задаю класс, который выполняет, задаю возвращаемый результат, если он необходим, в данном случае я буду возвращать ID-шник элемента списка, задаю категорию, в которой он будет в визуальном редакторе. Дальше открываю на редактирование сам класс действия. переименовываю действие выполнения PHP кода, соответственно, в запуск процесса. И самое главное у нас, это метод execute, который как раз запускается на тот момент, когда запускается это действие в составе бизнес-процесса. Здесь нам нужно что? Нам нужно достать сделку по ее коду, нам нужно достать параметры контакта, которые привязаны к этой сделке, то есть фамилии, имя, отчество, адрес, телефон доставки и записать это все в элемент списка. То есть вот добавление элемента списка. Кроме того, нам нужно запустить бизнес-процессы, которые настроены на автозапуск к этому элементу списка. То есть это непосредственно тот процесс, который сделал Олег, который будет осуществлять доставку. А данный процесс будет запускаться, он будет состоять из одного действия, что-то у нас отлетело, но ничего страшного. Вот это вот действие, оно будет лежать в бизнес-процессе, который будет настроен на сделку. И вы будете запускать этот бизнес-процесс из сделки, запустить бизнес-процесс, доставка. Этот бизнес-процесс будет состоять из одного действия, создания элемента списка и запуска процессов на нем. А уже создание элемента списка и запуска привлечет за собой запуск, соответственно, доставки клиенту. Это уже готовый бизнес-процесс. Готовый бизнес-процесс. Мы его добавили, это кастомное действие, в первом случае в коробку. И мы готовы для того, чтобы его продемонстрировать. Ничего сложного нет. Вот у нас есть сделка с товарами на доставку, с лампой для моноблока и, собственно, с самим моноблоком. И мы привязываем бизнес-процесс из одного действия, фактически того, что я сделал. Совершенно верно. Мы выбираем здесь новый бизнес-процесс, доставить посылку клиенту. Наш менеджер связывается с кладовщиком, идет общение, если есть какие-то вопросы по товарам. Общение, лайки, все как обычно, все как и обещали. Дальше, если у нас посылка готова к отправке, кладовщик нажимает кнопочку соответствующую и уходит в задание курьеру. Курьер говорит, что доставил, возле квартиры клиента пишет довольный комментарий, отправляет, что посылка доставлена. Наш бизнес-процесс работает. Но это еще не все. Что хочет Леша? Леша хочет еще заработать. Поэтому он делает что? Он выкладывает свой бизнес-процесс, который заказал у него Дмитрий, в наш маркетплейс. Да, Леша? И хочет получить за это деньги. Да, тут же интерес не только в том, чтобы сделать процесс один раз. Интересно в том, чтобы это было и пользой и дальнейшим от этой работы, которая была сделана. Что мы хотим? Мы хотим дать вам возможность ваши процессы, возможно сложные процессы, которые вы сделали, распространять, в том числе и на возмездной основе, другим людям, на другие сайты. В частности, в Bittrex 24, в Bittrex 24 приложение. Что вам необходимо сделать? Вы создали процесс, протестировали его и дальше кнопочка, будет кнопочка, с помощью которой вы сможете экспортировать этот процесс в приложение Bittrex 24. После несложного процесса модерирования этот бизнес-процесс будет доступен в каталоге приложений. Собирается при экспорте процесс целиком, то есть и название, и иконка, и описание, настройки полей, то есть когда человек установит то, что вы экспортировали, у него получится в точности такой же процесс, как у вас. И более того, этот процесс можно будет обновлять. То есть если вы вносите изменения, нажимаете опять отправить в приложение Bittrex 24 и клиенты получат новые версии. У клиентов будет каталог процессов, в котором они смогут выбрать приложение, процесс тот, который они хотят установить, и установить на свой портал. Для облегчения выбора они смогут прочитать описание процесса, посмотреть какую-то структуру и в том числе и обсудить в нетворке. Можно небольшой комментарий? Вообще для Bittrex 24 не так много способов кастомизации, к большому счету. Можно приложение писать, можно на аппе что-то написать, и бизнес-процесс окажется именно той темой, на которой партнеры могли бы сотрудничать и зарабатывать вместе с клиентами. То есть мы так понимаем, что бизнес-процесс – это зачастую поговорить вместе с клиентом, понять его потребность, кастомизировать, сделать какой-то отдельный бизнес-процесс и разместить его в облаке. Проблема у нас состояла в том, что мы не можем по безопасности взять бизнес-процесс, созданный в коробке, грубо говоря, и загрузить его в облако. Ну, не дают безопасники. И сценарий нашелся таким образом, что мы могли бы, вот тот, который вы в своем B24 в облаке настроили, вы могли бы его опубликовать, как бы зашарить его, поделиться им с теми, кто мог бы его использовать и брать, а далее уже кастомизировать непосредственно для клиента. Так видится сценарий, кажется, что он мог бы быть интересным способом заработка на облачной версии. Это достаточно большой рынок, чтобы на нем уже можно было начинать зарабатывать. Да, автоматизация нужна всем. Стандартные процессы, которые мы поставляем в поставке, это хорошо, но они все-таки скорее примеры. Потому что даже в нашей компании, естественно, мы широко используем у нас в компании бизнес-процессы и для оформления отпуска, и для оформления счетов, но они не такие, как в поставке, потому что каждая компания, она специфическая. Экстомизация вот этого дела, настройку под конкретную компанию, это довольно, кажется, неплохой бизнес. Это хороший бизнес. Да, и, естественно, то же самое мы поддерживаем в маркетплейсе. В принципе, это уже работает. То же самое, вы создаете шаблон бизнес-процесса, то же самое, также точно доступен экспорт, только в данном случае экспорт будет идти в файл. Дальше вы можете создать модуль стандартным образом, разместить там файлы, вот эти вот сборочки бизнес-процессов, которые также будут содержать название, описание, шаблоны, все настройки полей, и включить в этот же модуль, допустим, кастомные действия какие-то. Например, как вот я предложил действие, которое осуществляет связь межмодульную между модулем CRM и модулем списков. При установке модуля, соответственно, копировать активити действия в папку BittrexActivity с кастом, процессы копировать сборочки в BittrexList processes, и клиент сможет в списке процессов получать каталог всех загруженных к нему процессов, устанавливать нужные эти процессы, в том числе и стандартные там процессы доступны, и пользоваться ими. Как и говорил Сергей, мы все-таки видим сейчас бизнес-процессы больше как рынок для облачного сервиса, и более того, как способ кастомизации наших инструментов и как средство их связи. Единственная проблема, как и говорил Сергей, это обеспечение доставки своих действий. Мы сейчас выбираем, если не ошибаюсь, механизм, как это можно сделать. Есть несколько вариантов. С действиями проще, в смысле с процессами проще, с действиями сложнее, потому что для обычной коробки это действует что? Это папочка с PHP кодом. На B24 это не прокатит. Но мы рассматриваем разные варианты, в том числе с использованием REST API, как можно позволить вам делать собственные кастомные действия. Мы со своей стороны, те, которые действия нужны, мы будем добавлять, расширять функционал, объем действий. Вот это вот, которое я описал перед тем, как оно упало. Мы включим поставку стандартную. Да, это в ближайшем обновлении выйдет в стандартной поставке CRM. Но основная цель – дать вам возможность создавать свои кастомные действия для проекта B24. Вы в хуке сделаете, да? Да. Мы будем рассматривать разные варианты, как это можно сделать. Постараемся в ближайшее время. Пожалуйста, вопросы. Белка Сергея. Я понял, что уже нет сейчас, но вот вопрос, когда планируется запуск бизнес-процессов из ленты сделки. То есть, как бы это вообще будет? И API, вот было анонсировано, что будет API для запуска бизнес-процессов через REST. Будет ли это в коробке? REST у нас в коробке, если не ошибаюсь, еще вообще нет? И будет ли? А зачем в коробке через REST? Там же есть API. Давайте первый. Ну, на первый вопрос отвечу. Сейчас из живой ленты можно запускать те процессы, которые относятся к спискам. Вопрос запуска процессов из ленты к другим сущностям, он стоит, он насущный. Единственное, что нужно решить технические вопросы. Например, как выбрать сделку, как эффективно найти сделку, выбрать, которой запустить это из живой ленты. Или там лид как выбрать? Лид как выбрать? Лид в серую. А то есть вкладка бизнес-процессов вам неудобна в самой сделке, да? У нас есть такая вкладка бизнес-процессов, и там можно в том числе… Там есть проблема, к этой вкладке нужно идти, а хочется иметь сразу интерфейс. И на очередной релиз, насколько я знаю, у нас есть планы по тому, как сделать бизнес-процессы в CRM более естественными. То есть, чтобы оно было, вот как в живой ленте в общей, чтобы так же было и в CRM для вот этих, да. Это будет в очередном релизе. Пожалуйста, вопрос. Андреянов Игорь, Article Production. А что вы думаете о том, чтобы сделать отчеты бизнес-процессов? Выбрал там поля, выбрал там период, нажал кнопочку сгенерировать, сделал сводный отчет, в конце по числовым полям посчитал итоги. А какого плана отчета, что вы хотите видеть? Например, были заявки на выдачу наличных. Начальство говорит, нужен отчет. За какой период, сколько, по каким видам, категориям расходов было. Ну, это можно сделать, конечно, экспортом в Excel, но вид такой получается, ну, как бы не очень. Ну, тут, если говорить-то, получается, это отчет не по бизнес-процессам, а отчет по спискам, на которых бизнес-процессы спускаются. Ну, а вот эти вот заявки, это тоже списки. В бэкэнде у них все равно модуль списков лежит. Да, экспорт, конечно, в Excel есть. Отчеты. Модуль отчетов стандартно приспособить, да? У нас же есть модуль отчетов. Да, наверное, над этим стоит подумать. Как приспособить стандартный модуль отчетов. А кто-то модуль отчетов вообще использует? Вот хоть как-нибудь составлял отчет? Раз, два, три. Использует. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Дмитрий Альфатим. Правильно ли я понял, что распространяться бизнес-процессы в маркетплейсе будут как сущность модуль? Есть такая проблема, давно обсуждалось, что, допустим, распространяют просто компоненты для буса, например. И компоненты приходится упаковывать в модуль, чтобы выложить их на маркетплейс. Это проблема, которую даже Антон Долганин поднимал, что это запись отдельная в базе данных. Я, как понял, в битриксе бизнес-процессы будут так же распространяться. То есть каждый бизнес-процесс, это будет, по сути, неким светящимся модулем в списке модулей. Сейчас, да. У нас сейчас базовая единица распространения через маркетплейс – это модуль. То есть если нужно там компоненты, их собирают в модуль, там набор компонентов какой-то. Или если там переводы, у нас есть модули переводов, которые чисто перевод содержат. То же самое бизнес-процессы, они тоже базовые идут как модуль. Если, ну, вообще мне до конца непонятно, что в этом плохого, честно говоря. Ну, будет лишняя запись, ну ладно. А что записи? В базе много записей? У меня в базе заказов полтора миллиона записей. Ну, ничего страшного вроде как бы. Если вы расскажете подробнее, в чем проблема, может быть, мы как-то это сможем подумать. Пожалуйста, еще вопрос. Добрый день. Хотел спросить. На прошлой партнерской конференции обсуждалась такая возможность, что приложения из Bittrex 24, коробочной версии, каким-то образом смогут взаимодействовать с десклопной версией приложения, добавлять туда какой-то свой функционал в эту сторону. Что-нибудь… Были какие-то подвижки? Ну, это мы уже перешли к вопросу просто приложений, да? Ну, в том числе, если будут и просто приложения, то можно ли будет бизнес-процесс, ту же доставку, например, интегрировать с телефонией в рамках десклопного приложения? Ну, если мы добавим возможность использования REST API в приложениях на B2.4, соответственно, можно будет тем или иным образом дергать коробочные версии и пытаться с ними взаимодействовать. Но это вопрос пока не до конца нами проработанный, то есть мы в этом направлении думаем, но пока нет окончательного решения. Еще один небольшой вопрос. Хотя, может быть, к следующему релизу уже будет. Вот эта кнопочка «Экспорт» как-то в управлении сайта такая же кнопочка для компонентов может появиться, в принципе? То есть чтобы собрать компонент точно так же? Ну, в принципе, компонент у нас это папка, то есть по сути он будет эту папку упаковать и отдавать? Ну, технически, наверное, проблем с этим нету. Нужно обсудить вопрос, насколько это будет широко использоваться, а технически проблем с этим нету. То есть можно сделать. Ну что ж, коллеги, я смотрю, что вопросов пока больше нет. Спасибо большое. Леша, спасибо, Олег. Спасибо.